Итак, здравствуйте, дорогие друзья! В принципе, видео для участников школы. Тот, кто начинает изучать Жанго, может посмотреть. И потом захотите посмотреть уроки и разбираться. Это курс для тех, кто хочет научиться разбираться в Жанго по-настоящему. Потому что в 2012, когда я писал, по-моему, первый курс, тогда это был слабенький курс. Итак, давайте сразу к делу. Ребят, вижу, что никто не выполнил домашнее задание. Домашнее задание было следующее. Давайте сначала разберемся, что мы проходили. Мы с вами разобрались получение URL по слуг, слаг, по namespace и getabsolut.url. В конце я сделал таким образом, чтобы мы получили исключение. И, по сути дела, у нас выдавались разнообразные ошибки. И я попросил, чтобы вы все-таки довели до ума это приложение. Значит, здесь стоит несколько вопросов. Я вижу, что никто не сделал. По одной простой причине, опять же, то же, что и было. Не стараемся за мной повторять, читать документацию. Заметьте. Вот уроки, посмотрите. Да, вот когда мы делаем уроки, сейчас проанализируйте то, что я скажу. Секунду. Обратите внимание, да, когда мы делали... Мы получали все, которые самые-самые-самые исключения. И делали медленно. В чем здесь находятся задачи? В чем проблема? У нас всего одна модель, page, но при этом мы с одной модели получаем URL разными способами. Это вполне жизненная ситуация. Это жизненная ситуация. И если, допустим, по тому же Slack проблем не возникло, с namespace проблем не возникло, то с третьим вариантом начинают возникать проблемы. Ну, во-первых, обратите внимание, я ведь когда использовал, опять же, namespace, то есть пространство имен. Но, тем не менее, ведь вы заметили, что произошло в конце урока. Вот, закомментировано, да, get-absolut и URL, хотя мы вроде бы стараемся получить URL по get-absolutу, да, но работать-то должно по-другому, сейчас покажу. Я для вас приготовил все равно хороший подарок, но делать вы будете все равно сами, своими ручками, своими мозгами. Ответов готовых. Вот, смотрите, все равно получается, по сути дела, вот здесь идет переход сейчас. А, смотрим. А ведь здесь закомментировано в модели, то есть этот код не работает. Тогда давайте проверим, как вообще должно работать get-absolut URL. Вот второе. Значит, что я для вас приготовил. Сейчас, в следующем уроке, это уже для участников конкретно школы, я в другом приложении, в другом приложении написал конкретно по get-absolut и URL. Написал отдельную модель, абсолют, и вот у нас идет извлечение, да, get-absolut и URL. Сейчас эта модель не закомментирован, то есть этот метод get-absolut и URL не закомментирован. Мы что делаем? Обновляем страницу и идет переход, то есть получается ссылка. Получаем ссылку. Отлично. Если мы попробуем сейчас закомментировать эту вещь, этот метод, обновить, назад, обновить страницу, то, в принципе, вот видите, ничего не происходит. В данном случае, в другом приложении, мы обновляем, да, но что-то происходит. То есть работает нечто другое, но не get-absolut и URL. Обнаружить исключения, в принципе, довольно просто. Мы разбирались с вами с исключениями вообще, то есть в чем проблема. Довольно просто. А как просто? Просто для меня. Для вас сложно. Почему? Мы с вами читали документацию. Во-первых, я когда прошвырнулся, да, посмотрел. Вот давайте наберем Django Django get-absolut и URL. Мы не будем мутные материалы смотреть правду Кабуфсуновский, запомните это. И открываем, человек задает вопрос. Русскоязычным, в русскоязычном, сейчас сразу отвлекусь, русскоязычным задают другие вопросы. Они задают так, ребята, новички, как мне получить канонический URL? URL. И что это такое? Ну хорошо, что такое, набери. Так, не перевел. и так написано. Написано в Django справки двумя способами. Канонический URL, его основная задача предотвращает дублирование. Открываем GetAbsoluto URL справки. Теперь, ребята, вам вопрос. Вот мы с вами все время работаем со справкой. Вы столько же работаете со справкой? Если сказали, да, это хреново, это я могу столько работать, а вы в раз двадцать больше, вы должны там жить. Вот так. Открываем модели и находим GetAbsoluto URL. Так, стоп, мы там смотрели это модель, да, где-то внизу. Сейчас, секунду. Вот он. GetAbsoluto URL. Теперь, ребята, смотрите разницу. Что надо понимать? Так, 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 так. Значит, чтобы вычислить канонический URL, бла-бла-бла, возвращается строка. Это понятно. Другой момент. Вот какая строка здесь основная. Нам нужен GetAbsoluto URL, когда нам надо сто процентов получить, если каждый URL для модели будет уникальным. И это должно отработать. Если мы откроем Django URL, и промотаем к namespace и к именам, да, значит, смотрите, опять же, невнимательное чтение. Значит, чем пространство имен отличается от GetAbsoluto URL? здесь стоит вопрос получить URL. Скажу по опыту, это гарантированный стопроцентный путь, но тут идет вопрос о поиске, то есть находится первый URL, который попадается, он выводится. И теперь вопрос, который стал у нас. Теперь смотрите, вопрос, который стал у нас. мы, а, ну, послак, там то же самое, там это мелочи, даже разбираться в уроках этого достаточно сказано. Теперь давайте посмотрим на нашу ситуацию, то есть в реальной ситуации, когда вам надо разными способами извлекать URL. У нас, как я сказал, одна модель, одна, одна модель, при этом, при этом, извлекаем адреса мы тремя способами, по слаг, получаем ссылки, по namespace и по get absolut URL, при этом, здесь, возможно, придется вам использовать namespace, то есть пространство имен, и здесь namespace, здесь namespace, то есть открываем шаблон, чтобы разобраться досконально, что произошло. Открываем шаблон, секунду, открываем шаблон пространства имен, лист, смотрим, видим, какие теги, кстати, вот тут у нас случайно я где-то удалил, обратите, при двух тех случаях у нас теги, что я там натворил, когда даже речь идет, то есть теги, это те, когда сейчас, секунду, я тут, нет, все правильно, неправильно, я тут что-то уже натворил, сейчас я уберу это все, то есть по тегам всегда будет идти поиск, если мы берем если мы берем get absolute и URL, то тут у нас переменные, но опять же, вот так это плохо, то есть в данном примере можно составить работ здесь кое-что переопределить в данной нашей ситуации, когда мы используем разные URL при одном и том же окружении, но тем не менее давайте посмотрим на документацию Жанга, то что она рекомендует, рекомендуется здесь несколько вариантов, номер один, где мы форматируем строки, то что мы изучали в школе форматирования строк, и делаем вариант плохой, почему? Мы жестко привязываем URL, код, если мы захотим поделиться нашим кодом, то и человек захочет что-то переименовать, то у него приложение перестанет работать, грубо говоря плохой код. Второй вариант, второй вариант, который у нас сейчас прописан, это хорошая практика, но опять же в данном случае, когда мы делали вот эти уроки, и у нас получается используется и Slack, и namespace, и getabsolute, то в принципе начинается вроде что-то путаницы, а путаницы не должно быть, иными словами, вот эта практика, она вроде как подходит, но не является универсальной, а вот вот эта практика, она абсолютно офигенная, то есть то, что надо сделать, они пишут, этот код намного лучше, абсолютно верно. Значит, ребята, у вас остается та же задача, заставить вот это приложение заработать, и при этом достичь такого результата, чтобы было как здесь, иными словами, если мы закомментировали строку, то есть метод, то ничего не должно происходить, не важно, что там написано в шаблонах, важно, что мы четко понимали, что сейчас работает метод getabsolute.url. Так вот, запомните раз навсегда, надо разобраться, почему, когда у вас работает getabsolute.url, что надо делать, сто процентов. Давайте откроем приложение, которое я вам как подсказку написал. Так, template, вот так, это вам будет подсказка. Сейчас, после этого урока, я пройдусь по этому приложению, и расскажу вам все абсолютно подробно, почему оно работает, и мы даже, что сделаем, у вас будет домашнее задание состоять из трех частей. вы должны будете извлечь часть 1 getabsolute.url по pk и slag, второе с именем, просто с именем, и третье с пространством имен. так вот, вот я лично, я лично посмотрел варианты, на самом деле, ребят, ведь никто не ограничивает вас создать новое пространство имен, вот в данном случае, это решает все вопросы сразу, что вам надо будет и сделать, потому что, я посмотрел, никто не выполнил домашнее задание, то здесь я поступил совершенно просто. Я создал еще одно пространство имен, уже никак не будет пересечения, хотя, можно было сделать по-другому, можно было сделать по-другому, можно было выбрать один из трех вариантов, как я сказал только извлекать ID, либо только использовать название вывода деталь, да, то есть одной записи, либо использовать вместе, вместе с пространством имен. Реальные приложения у вас будут еще сложнее, поэтому я хочу, чтобы вы разбирались, иными словами, так и сделаем, я расскажу, сейчас после этого урока специально для вас написал код, а вы, опираясь на этот код, все-таки должны заставить это работать, ответ не ищите, да, я хочу, чтобы вы полностью разобрались, теперь задайте себе вопрос, вы собираетесь писать код, или вот так вот делать, лазить по этим сайтам, и искать ответ, при этом я вам рассказывал в уроках, что и показывал сейчас в уроках, что мы получали результат, что оно работает, да, оно работало, и большинство пользователей уже радуются, да, но я говорю, а давайте закомментируем getAbsoluteURL, оно все равно работает, то есть getAbsoluteURL не участвовал, когда он участвует, еще раз говорю, это важный момент, вот сейчас в данном другом приложении, вот он не участвует, если мы, то есть все работает значит правильно, мы идем в приложение, в котором написано код, по-моему мой сайт, далее, обновим, возможно в данном случае даже придется проверим лист, да, все правильно, и откроем, надо было просто обновить, я уже раскомментировал, откроем, обновим, все, заработало, то есть начало извлекаться, здесь надо еще раз повторю в конце понять разницу с то, когда работает get.absoluteURL идет, вот смотрите запись функции, запись метода, пк присвоит значение self-пк, то есть идет напрямую обращение в область памяти, где находится значит данный метод, напрямую, нет никакого поиска, понимаете, идет прямое обращение, теперь хотел сказать, многие пишут, но это раньше так писали, когда джанга была ограничена, вот так, ребят, не пишите, плохо это, потом дописывают код в шаблоне, ребят, это дурные практики, в принципе, есть люди, которые привыкли, вот я тоже раньше была такая привычка у меня, когда ты работаешь джанга, допустим, с версии 1.2.1.3 и начинаешь писать по-старому, вы так, не пишите, это плохо, вы ограничиваете себя полностью, вы себе на жопу находите приключения, вам надо там, 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 там править, ведь есть очень простое, очень простое, джанга работает с шаблоном при помощи словарей, вбили словарь и все, я, мне не надо слаг, я его тупо просто убрал, здесь вы начинаете себя ограничивать, поставили строку, а если я хочу добавить ПК, а если я хочу добавить ID, а, ну и еще напишу, вот, вот отсюда начинается плохой код, понимаете, я еще допишу, это плохо, вот вариант, который работает прекрасно, и ничего не надо, дописывайте сразу, что хотите, хотите, работают, будут, с числами, хотите, работайте со словами, нет проблем, добавляйте словари, и при этом, читаемо, просто, никакого лишнего кода, никаких переопределений, все банально просто, итак, ребята, домашнее задание для участников школы, все-таки, заставить этот код работать, проверить, что при комментировании метода get.absolut.url просто должно быть, что не, не должно срабатывать, клик вроде есть, но перехода нет, переход, значит, что-то не то работает, второй момент, еще раз, прочитать get.absolut.url, в первую очередь, зарубить себе на носу, что при использовании get.absolut.url идет обращение по переменным, то есть, конкретно в область памяти, ничего другого здесь не происходит, идет, никакого поиска, идет четкое обращение, используется, когда? Когда надо сто процентов получить этот URL, допустим, как они здесь описывают в админке, да неважно, даже у вас, когда был в жизни тот случай, когда вы будете получать URL разными способами в одном приложении, ребята, если не написано, это значит, не надо говорить, что нельзя, я ж вам не зря говорил, я вам дал подсказку, что можно создавать, можно создавать, можно создавать namespace, то есть, пространство имен, ведь читайте документацию, просто почему-то, что народ сделал, создают, создали одну ссылку, вот как происходит программирование в основном для большинства людей, плюс, включая среднее, среднее, среднее звено, создают, одно пространство имен, ни вправо, ни влево, далее вся работа заключается в чем, чтобы пойти задавать вопрос, потом работает такая, совсем не то, человек не понимает, ну, работает, слава богу, ну да, ребят, это плохо, это плохой метод, вторая часть домашнего задания, прочитать, продрать, тысячу раз пространство имен, и увидеть, разлупить глаза, тут написано, что пространство имен может быть на приложение, на ссылку, здесь все написано, вижу книгу, ни хрена не вижу, поэтому, специально создал такую ситуацию, и основная часть домашнего задания, я от вас жду три варианта, вариант номер один, вариант номер один, так, это не надо, значит, я от вас жду три варианта, вариант номер один, вы используете, я даю вам подсказку, я, то есть, сбрасываю код, здесь вы найдете код, я уже не буду больше объяснять, нам все четко написано, но сейчас все-таки запишу видео для участников, сбрасываю код, где я прописал полностью с новым пространством имен, от и до, приложение, которое работает, вот, от вас требуется, вариант номер один, извлекай, четыре варианта, извлекайте только по ПК, здесь я тренировался, по ПК, подождите, я записываю, извлекаете по ПК, ПК, второй вариант, извлекаете по ID, мы с вами разбирались, потому что давайте прямо сейчас попробуем переставить в работающем приложении, в работающем, в работающем предложении, берем, идем в модель, убираем место ПК, ставим ID, дальше, в URLs, ставим ID, и в темплейт, и в темплейт, лист, ставим ID, а, здесь не поставишь, сейчас, мы сейчас по-другому сделали, вот это я вам и сброшу, тот вариант, который будет беспроигрышный, хорошо, давайте попробуем, обновим, это, кстати, не та страница, это вот эта страница, уже, чтобы не будем даже ждать, что среда сама обновится, сами обновим, чтобы посмотреть, работает, уберем кэш, проверим еще раз, работает, все нормально, но я бы сказал, по-другому, так делать нельзя, сразу говорю, мы с вами по ID обсуждали, ID надо переопределять, поэтому, как переопределять, мы с вами тоже изучили, то есть, если ID, вы должны будете переопределить метод, метод get, да, то, что мы с вами уже делали в уроках, так, это не то, это хрень какая-то, где, 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 я ввел, что, так, ладно, да, нас есть детали view мы с вами делали get object то есть мы с вами делали вы должны вспомнить в уроках да что нам надо либо это я щас не буду подсказывать либо get context объектные им сами решите что вам надо это это попробуйте если пока не хотите почитать документацию как я говорил подсказываю вот это мы делали делали разбирались почему это так написано значит пойди следующий вариант следующий вариант что я от вас ожидаю модель это следующий вариант получение то есть с использованием пока потом добавьте слаг но получение только по детали иными словами вот у нас в детали указано имя детали абсолют и патч без пространства имен поэтому значит надо вам будет править функцию но получить нормальную запись только по детали следующий момент по детали и пространство имен все таки я вам очень рекомендую по крайней мере чтобы вы запомнили создать еще одно пространство имен и попробовать при этом каждый раз вы должны будете комментировать чтоб проверять то есть если чего-то происходит значит работает не get абсолютно и url и он закомментированно работает нечто другое и мы с вами разбирались причина всегда в первую очередь кроется где в модели и шаблонах варианты разный вот сейчас как мы видим здесь почему она срабатывает правильно потому что пытается излечь по переменным да по переменным пытается излечь по переменным да тоже правильно тоже идет обращение конкретной области да по переменным кайди и послак но ребята смотрите но если ведь мы берем вив на наш вид наше вьюху нашу мы ничего не менее не переопределяли да но там же получается работает уже все равно контекст все равно поиск то есть get абсолютно url не работает по одной простой причине что работает сейчас поиск почему потому что потому что если мы посмотрим лист 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 то здесь получается проверяется проверяется наша вьюха складывается во временную переменную далее временная переменная в любом случае осуществляет поиск по то есть извлекает переменную по айди и на сайте на сайте джанга мы с вами смотрели когда ну я уже закрыл что этот откроете get absolute url этот метод приемлем приемлем но нехорош а вот мы как раз создали ту ситуацию когда он действительно нехорош когда идет излечение абсолютно разными способами с одного приложения да возможно это излишне но это такая методика позволяет разобраться до тонкостей все ребята вы поняли да в чем суть значит что от меня требуется я сделаю сейчас записываю урок где рассказываю что я сделал с приложением ну в принципе я уже чтоб не записывать этот урок давайте сейчас расскажу сразу итак первое действие которое я сделал вы его должны обязательно попробовать вот смотрите у меня там был артикл было одно namespace abns да я создал еще одно namespace и назвал ее просто abns2 вот это виртуальное окружение поищите они то есть namespace по разному значит записываются варианты придут к вам если поищите следующий следующий момент давайте смотрим сейчас я вот это закрою и все вот эти вкладки закрою чтобы не мешали следующий вариант давайте посмотрим нашу модель значит я написал обычную модель тут ничего нету сверхъестественного то есть абсолют то что мы писали да дальше у нас поле name поле content поле slack создание и обновление и далее мы дописали метод get absolute url при этом обратите внимание здесь я использовал значит новое свое которое я указал пространство имен в данном случае даже если будет тысяча приложений то вот это пространство имен никак не даст спутать иными словами пространство имен страницы по имени и еще обращение к памяти то есть я получу страницу сколько хочешь процентов больше 100 не дашь но точно получу в любых ситуациях при любых раскладах но я вам сказал что вам надо убрать пространство имен получить только по имени убрать имя и пространство имен получить только по id посмотреть особенности следующий момент здесь есть несколько вариантов всегда много вариантов заполнения и здесь надо открыть сайт get absolute url открыть джанг это в модели мы его открывали проматываем по минимуму здесь указано три способа вот первый способ мы отбросили он кастомный костный иными словами это можно написать приложение которое вы пишите больше им никто пользоваться не будет если кто-то будет пользоваться не пишите вы будете да 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 поняли да второй вариант второй вариант использование функции реверс дальше здесь указана только деталь да но при этом я же говорю вот смотрите что пишут разработчики слова вот это все раньше писали не ограничивайте себя ребята вот так пишут сейчас многие но это плохо вы ограничили себя строкой вы скажете а я напишу на числа конечно пишите так вы еще струк 200 напишите может надо подумать посмотрите интервью с линусом товальдом да вот там интервью если найдете когда-нибудь оно было там человек написал аж там 30 строк наверное а линус свел к 4 строкам вот это и называется профессионализм поэтому здесь смотрите вот эта запись она приятная легкая читаемая и добавляемая и удаляемая как хотите написал словарь дальше просто добавляем значение тут я немножко вот так не должно работать по сути дела сейчас попробуем не должно ну по сути не должно не все все правильно ладно это я вам оставляю здесь у меня было вот так ребята пока ничего не придумайте мы с вами разбирали документацию что некоторые пишут я использую айди я тоже показывал исключение где конкретно было исходный код где айди то есть сейчас объясню да есть твою раз что за гадость вспомните несколько уроков назад мы с вами рассматривали get object get contents name да и рассматривали это исключение там когда мы смотрели исходный код то переопределение равно pk то есть джанга пересматривает варианты для айди просто я бы на вашем случае если я здесь вписывал айди учитывая что мы разбирали что джанга ищет пк в данном случае она айди может спайтона вытянуть до джанга на умные но в любом случае когда идет айди его надо переопределить но только не надо там кому-то доказывать мы с вами что айди работает быстрее посмотрите исходный код pk равно тому что вы присвоили айди вот и все почему не надо дурить голову чтобы быть больше уверенным перепишем пк дальше так как это словарь можем добавлять не заботясь ни о строках ни о чем ни там что это int мы можем просто добавлять новый словарь slack sell slack и так далее если нам что-то еще понадобится следующий момент еще раз говорю видите да здесь я указал namespace и деталь вам надо сначала убрать namespace провести довести довести до рабочего состояния в таком виде в деталь потом добавить допустим namespace то что было ранее и новое попробовать попробуйте то есть покопаетесь чтобы опыт приобрести следующее переходим url обратите внимание попробуйте запустить url без этого без второго здесь два да попробуйте у вас возможно возникнет исключение здесь в этом моменте надо разобраться следующий момент деталь все просто мы пишем то что хотим написать дальше указываем здесь просто я переначил дальше указываем нпк стр слаг вы еще должны попробовать вариант такой слаг слаг в любом случае слаг это извлекается как строка попробуйте тот и тот вариант да это в любом случае здесь мы с вами разбирались нпк джанго просто запись дело легкую но в итоге он превращает это в регулярное выражение и главное шаблон обратите внимание что записывается в шаблоне это что говорится в правке джанго абсолютно верно они пишут вот этот вариант намного лучше показывают объект и дальше сам метод get absolute url прописывается вот так будет правильно то есть get absolute url в данном случае идет прямое обращение get absolute url мы с вами разбирали не смотрим книгу видим фигу а разбирали особенности потому что многие смотрят документацию не понимают ребят нечего здесь понимать здесь написано модель видите в дураков написано модель правильно новичку сложно разобраться но когда человек два три года работает джанго а потом ищет где-то там информацию кроме документации это уже позор а здесь я объяснял вам участники школы что здесь написано модель то есть значит открываем файл модель и пишем метод в модели понимаете не где-то в другом месте а в модели это надо понимать просто скажите да какая ваша задача заметьте все уроки которые мы с вами работаем я работаю с документацией вы работаете так вот вы хреново работаете я сразу скажу я работаю с документацией а вы должны там сидеть часами если вы открываете открываете и не понимаете в коде хоть единственной строчки дело плохо надо разобраться лезем в документацию если вы понимаете строчку что это знаете да но не можете найти в документации быстро дело очень плохо значит вы не знаете найти значит возможно стать хорошим программистом у вас обрублено чем отличаются хорошие программист от не очень хорошего хороший программист не все знает хороший программист знает детства найти и как использовать этому и учимся что а где это говорил запамятầетộc губс носки для себя рассказывал, конечно для себя в уроках рассказывал, распинал сейчас 8 часов в разработке разработка первое система работы с кодом 8 часов рассматривали сельф, есть система работы с кодом вот как только вы реверс посмотрели и пошли дальше, а найти где не знаете ваша система работы с кодом какая? Овняная потому что что вы сделали? А это потом вот это потом вас и будет тормозить, через год писать хрен будете почему? Проблема в том, что вы не хотите работать с системой работы с кодом вопросы? А то блять, ну извините рукаться хочется курсы, джанга, 3 месяца и будете на работу ёб твою мать ну зачем верить? я Бовсиновский не рассказывает что за 3 месяца я сказал вот видел парней вот приводил пример да, вот устроился парень на работу устроился парень на работу да, сам лично вот видел как он рос ну это один вот он да здравствуйте это год это год это год многому научился у вас накопил знания попал в местную фирму интерном ну и сделаем сайт на джанзу потянул гип и так далее и так далее ребята так он так он ебашил схожу на курсы через 3 месяца меня с руками оторвут да нахрен вы никому не нужны будет берете и въебываете вот единственный способ живете в этой документации пишете код 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 а то я хочу стать программистом ну буду по одному уроку день делать сидеть читать писать 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 а не так что чем отличается профессия программиста от других профессий чтобы стать строителем там чтобы стать инженером надо 5 лет а программистом можно за 3 месяца ага сейчас все вперед и въебывать это единственный правильный способ необычный способ